Вы удивительные ребята, просто удивительные. Мы, наверное, всему миру показали, что мы можем делать, да? Однозначно. В воспоминаниях каждого волонтера 29 дней сочинских Олимпиады и Паралимпиады. Плотный график дежурств, порой даже в непогоду, тысячи вопросов, на которые обязательно нужно знать ответ и безграничное терпение. Волонтеры признаются, в круговороте событий все Олимпийские дни пролетели как один. Много было гостей, с которыми было очень приятно общаться, иностранцы, и наши русские. А как с иностранцами, как язык? На английском разговаривали, кто на английском, кто на испанском. В волонтерском центре в Новочеркасске после Олимпиады открыли выставку. Майки с автографами, значки, магниты, игрушки. Все это подарки волонтерам от благодарных гостей Олимпиады. Больше 500 человек в 25-тысячной волонтерской семье представляли Донской регион. В их числе Дарья Цветкова. Начиная с ночных дневных смен, утренних, когда ты просыпаешься, очень рано идешь. Но очень хочется этим всем заниматься. И было великое желание прийти и работать, помогать, общаться. То есть вот это, мне кажется, самое главное и самое запоминающееся. Сегодня олимпийских волонтеров со счетов списывать не собираются. Решено готовую, а главное, проверенную команду привлекать к масштабным проектам. К примеру, это может быть помощь инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. Сейчас парламентарии обсуждают возможность законодательно утвердить волонтерский центр. И как ребята сказали, вы не бойтесь, ставьте нам очередные задачи, мы с ними справимся. Должен быть банк данных, где может выйти любой волонтер и увидеть, а где он может приложить свой труд, знания, опыт, какую услугу или работу может выполнить. Подумаем, опыт здесь бесценный, это однозначно. И вот его нужно дальше развивать. На родине Донского волонтерского центра в Новочеркасском политехническом университете специально для олимпийских волонтеров устроили праздничный концерт. А самым активным донские парламентарии вручили благодарственные грамоты. Елена Баранникова, Анастасия Дементьева, Сергей Зайцев. Главное новости. Продолжение следует...